Украина самая важная Через полтора года войны практически уходить Разные компании, а тех, кто не уходит, тех наказывают национализацией Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя Леша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть в сводке? Данила, привет! Одна из главных новостей дня – это, конечно, удар по Крымскому мосту На данный момент автомобильное движение на всем протяжении 19-километрового моста полностью прекращено Я напомню, что этот мост соединяет Краснодарский край с аннексированным Крымом По словам аналитика Вашингтонского института изучения войны Джорджа Барруса Повреждение вот этого моста, оно, конечно, может повлиять на пути снабжения российских войск Которые оккупируют часть украинской территории Ну, надо сказать, что, конечно, значительная часть вот этого снабжения, оно осуществляется по железнодорожному мосту А железнодорожный мост, как можно видеть на фотографиях, он не поврежден По версии Национального антитеррористического комитета РФ Мост в три часа утра атаковали два украинских беспилотника Спикер главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту Однако он привел слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – это конструкция лишняя Информации от западных разведок о том, кто взорвал мост, пока не поступало Агентство Франс Фрес сообщает со ссылкой на источник в украинских силовых структурах Что удары по Крымскому мосту были осуществлены в результате спецоперации военно-морских сил Украины и службы безопасности Украины Сейчас российский глава аннексированного Крыма Аксенов и Минтранс предлагают жителям и гостям полуострова Пользоваться альтернативными сухопутными маршрутами для того, чтобы ездить в Крым Ну, собственно, эти маршруты проходят через оккупированные регионы Украины Сообщается, что в результате взрыва на мосту погибла супружеская пара из России Их несовершеннолетняя дочь получила ранение В Украине мирные жители ежедневно страдают от обстрелов России В ночь на понедельник Москва атаковала жилые кварталы Херсона Также российские войска обстреляли из артиллерии центр города Белополья Сумской области Два человека погибли Сообщается, что обстрел пришелся на парк в центре Белополья В котором в обеденное время находились люди А всего за сутки было совершено 11 ракетных и 49 авиационных ударов 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня Как сообщает генштаб ВСУ, на линии фронта продолжаются бои Россия сосредотачивает основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлении И вот сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщила Что украинские войска в ходе контрнаступления восстановили контроль на почти 18 квадратных километрах территории на востоке и юге Украины В результате общая территория, отвоеванная ВСУ в ходе контрнаступления, составила более 200 квадратных километров А кроме того, Малер сообщила, что на прошлой неделе украинские войска отбили 7 квадратных километров в направлении Бахмута В свою очередь российские войска с конца прошлой недели продвигаются в сторону Купинска на востоке Харьковской области На этой войне со стороны Украины, как мы много раз уже говорили, воюют лучшие, самые известные и приобретшие иногда даже мировую известность граждане этой страны В частности, украинский режиссер Алексенцов, которого в свое время в России приговаривали к 20 годам лишения свободы Была всемирная кампания по его освобождению Алексенцов тоже воюет на фронте И он сообщил в соцсетях, что попал под артиллерийский обстрел во время десантирования, был ранен Он сказал, что ему осколки попали в лицо, руку, ногу и так далее До этого, 9 июля, он получил контузию, после чего его госпитализировали, но он вернулся на фронт Алексенцов запомнился очень многим своим мужеством на российских судебных процессах Он запомнился также тем, как он боролся в тюрьме против своего тогда незаконного заключения Его обменяли, и мы об этом тогда писали в 19-м году В общем, очевидно совершенно, что с украинской стороны очень многие деятели культуры защищают свою страну Вот Алексенцов один из них Теперь мы переходим к международным новостям, из которых главное, пожалуй, как я уже сказал Это выход России из зерновой сделки Заявила официально Москва, что она не продолжает свое участие в так называемой черноморской инициативе Которую в свое время согласовали ООН, Турция, Россия и Украина Россия все время шантажировала выходом из этой сделки и Украину, и ООН, и весь мир, который получает украинское продовольствие Ну и в МИДе российском уже сказали, что это все означает Это означает отзыв гарантии безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора Закрытие совместного координационного центра в Стамбуле И также восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря Это, собственно, ответ такой, опосредованный тем, кто говорит Ну, что такое, вышла Россия из этой сделки, ничего страшного Могут украинские корабли, скажем, при эскорте турецких военных кораблей Или чьих-то еще военных кораблей покидать порты Украины Но вот не могут, потому что российские вооруженные силы ввели там опасный район И, соответственно, они будут готовы обстреливать любую украинскую цель В том числе и мирную, как они это делают на земле, так они могут это делать и на море МИД России в это время вполне издевательские комментарии дает Например, в МИД России опубликовали заявление, в котором говорится, что, цитирую Пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева Которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля Рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав или уже вызывая протесты местных ферверов Ну, то есть, совершенно очевидный издевательский тон этого комментария И соответственный стиль российского дипломатического ведомства Немножко мягче и не так издевательски говорит про все это Дмитрий Песков Он сказал, что действия зерновой сделки В общем, как только российская часть будет выполнена, так называемая То есть, например, возвращение в систему SWIFT российских банков То Россия вернется к реализации этой сделки Уже очень многие международные действующие лица высказали осуждение действий России Разочарование тем, что Черноморская инициатива прекращает свое действие В частности, например, глава Евросовета Шарль Мишель Мишель считает, что выход России из Черноморской инициативы Ставит под угрозу продовольственную безопасность в мировом масштабе Он выразил сожаление о том, что это произошло То же самое говорила и Урсула фон дер Лейен, глава Еврокомиссии Она сказала, что несмотря на усилия ООН и Турции Россия ушла из этой сделки И что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности Уязвимых слоев населения И, собственно, Евросоюз, как сказала фон дер Лейен Как раз будет делать из своей солидарности с Украиной То, что МИД сказал российский издевательский Опять же, вывозить агропродовольственные товары из Украины Через эти самые коридоры солидарности То есть по суше Ну и один из тех лидеров, которые согласовывали эту сделку Это президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган Сказал, что еще будет разговаривать с Путиным по этому вопросу Он, наверное, чувствует себя очень неудобно Потому что он говорил до этого шага Москвы Что он находится с Путиным, что называется, на одной странице Что у них сходные мнения по поводу зерновой сделки И вот оказалось, что нет никаких сходных мнений Эрдоган говорил Я верю, российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая инициатива Продолжила функционировать Ну вот, не знаю, насколько эта его вера сохранилась Москва может попытаться привязать возобновление зерновой сделки К реакции Запада на удары по Крымскому мосту Но надо сказать, что решение о выходе из зерновой сделки По словам Пескова, было принято еще до удара по мосту Собственно, западные страны и ООН призывают Россию вернуться в зерновую сделку Великобритания обвинила Кремль в препятствовании поставкам зерна тем потребителям Которые в нем больше всего нуждаются И в использовании продовольствия как оружие В частности, в форен-офисе заявили Что Великобритания осуждает и отстирывая пьющую попытку России Причинить вред наиболее уязвимым Слоям населения в рамках ее незаконной войны А в свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш заявил, что глубоко сожалеет о решении России Также призывает Россию вернуться в зерновую сделку Он заявил, что решение России нанесет удар по сотням миллионов людей Во всем мире, которые сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни И они будут платить за это, собственно, платить за это голодом И вот приостановка сделки означает, что соответствующий пакт Между ООН и Москвой, призванный облегчить экспорт российского зерна и удобрений Также был расторгнут Это мешает достижению одной из ключевых целей ООН Которая является обеспечение глобальной продовольственной безопасности И стабильности мировых цен на продовольствие Есть реакции Украины на то, что Россия прервала зерновую сделку Заместитель председателя предприятия администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов сказал, что из-за саботирования России работы зернового коридора Мир не получил дополнительные 25 миллионов тонн агропродукции Ну и надо сказать, что Украина, конечно, с сожалением на все это реагирует По словам Баринова, за 11 месяцев работы зерновой инициативы Украина поставила 32,5 миллиона тонн агропродукции в 45 стран мира Ну и Баринов говорит, что полная остановка зернового коридора Создает продовольственную опасность для всего мирового рынка И усугубит кризис в бедных странах Но надо сказать, что примерно об этом говорят и в США Что дипломатический урон России будет нанесен ее собственными действиями Это сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Он сказал, что Россию ждут огромные дипломатические издержки В случае непродления зерновой сделки А известно, все, она уже не продлена И он намекал на то, что остальной мир в случае выхода России этой сделки Увидит, что Россия отказалась от обеспечения стран Африки, Латинской Америки и Азии Необходимым им продовольствием по доступным ценам Леша, скажи, пожалуйста, а известно что-нибудь Куда шло вот это украинское зерно и не только зерно, сельхозпродукция Куда она шла? Да, Данила, в 2022 году более половины зерна пшеницы Закупленного всемирной продовольственной программой ООН поступило из Украины И вот по данным ООН порядка 47% этого зерна Было отправлено в страны с высоким уровнем дохода Это Испания, Италия, Нидерланды 26% было направлено в страны с доходом выше среднего, такие как Турция и Китай И 27% было направлено в страны с низким и ниже средним уровнем дохода Такие как Египет, Кения и Судан Ну а я со своей стороны напомню, что Россия все еще надеется провести у себя саммит с африканскими странами И вот если эта надежда еще не умерла после того визита африканских лидеров сначала в Украину, а потом в Россию В ходе которого Владимир Путин продемонстрировал африканским лидерам свое серьезное неуважение Если эта надежда все-таки еще не умерла провести этот саммит России и Африка То я думаю, что Москве придется очень нелегко теперь после этого своего решения Ровно в связи с тем выходом из зерновой сделки, который случился При этом Запад солидарен с Украиной не только в помощи ей по экспорту сельхозпродукции Но и по всем основным статьям ее сопротивления российской агрессии То есть вооружения, финансы и так далее И министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал сегодня следующее заседание Контактной группы по защите Украины, которая все называют формат Рамштайн Буквально на завтра, завтра состоится вот этот Рамштайн формат И я цитирую Резникова Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте Я сначала слышал, нет, этого не будет, это невозможно По факту возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн Это почему важно? Потому что есть еще некоторые вещи Которые, например, США все еще решает поставлять Украине или нет Например, атакам системы с большей дальности, чем те системы, которые сейчас поставляются Соединенными Штатами Скорее всего, будет об этом разговор у Алексея Резникова с теми, кто помогает Украине Ну а программа развития ООН в Украине в партнерстве с Канадой Передала 16 специально оборудованных автомобилей для оперативного реагирования На потребности в восстановлении и реконструкции тех областей Украины, которые были освобождены И это такие специальные автомобили Там, скорее всего, есть что-то предназначенное для строительных работ В общем, оценивать, возможно, степень повреждения или разрушения объектов То есть это автомобили, оснащенные специальным оборудованием для того, чтобы выяснять состояние строений Это довольно важно В стране жилые кварталы, которые подвергались систематическим обстрелам ракет и артиллерии Ну и еще одна новость про помощь Правительство Швеции утвердило стратегию сотрудничества Швеции с Украиной В области развития и реформ на 2023-2027 год Это, естественно, приближает Украину к стандартам Евросоюза в политике и устройстве власти Вот эта программа шведско-украинская предусматривает выделение 6 миллиардов шведских крон Это примерно полмиллиарда долларов, чуть больше И является крупнейшей стратегией двусторонней помощи Швеции за всю ее историю Это сообщает правительство Швеции Данила, как ты верно заметил, Запад оказывает Украине не только военную, но и гуманитарную помощь Одними из лидеров по оказанию помощи Украине являются Соединенные Штаты Америки И глава агентства по международному развитию США Саманта Пауэр отправляется в Украину Где она намерена объявить о выделении более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине По данным ООН, на сегодняшний день в помощи в Украине нуждаются около 17 миллионов человек В помощи нуждаются как перемещенные лица Также в Украине в результате ударов России по инфраструктуре серьезные проблемы с питьевой водой Также деньги будут направлены на организацию медицинского обслуживания населения Но надо сказать, что по данным ООН, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Погибло более 9 тысяч человек, ранено около 16 тысяч мирных жителей И после объявления о гуманитарной помощи, общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Вашингтоном Украине Превысит 2,5 миллиарда долларов Те цифры, которые ты назвал, Леша, это очень консервативные цифры, конечно, в оценке погибших и пострадавших Это то, с чего придерживаются международные организации, ООН и так далее Но очевидно совершенно, что это только установленные, подтвержденные жертвы и так далее Все это происходит по вине России Россия совершает в Украине множество военных преступлений, в том числе и связанных с депортацией украинских детей Мы уже много об этом говорили в наших подкастах Вот сегодня Великобритания обновила санкционный список и включила в него 13 человек Среди которых как раз есть чиновники, причастные к депортации детей из Украины Управление по осуществлению финансовых санкций ОФСИ британское сегодня Как раз опубликовало обновление вот этого листа санкций В частности, попал под санкции министр просвещения России Сергей Кравцов Министр культуры России Ольга Любимова Которая, цитируя документы, поддерживает и продвигает политику и действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине И ввели санкции против бывшего сотрудника Russia Today Антона Красовского Который был известен своими человеконенавистническими заявлениями, садистскими В отношении детей Украины в частности И он призывал к насилию против украинцев И в том числе, опять же, против детей Вот против него Британия ввела санкции Также под санкции попал известный пионерлагерь бывший, а теперь Международный детский центр Артек В, собственно, оккупированном Крыму И еще довольно много разных людей, связанных с тем же самым процессом Например, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин Есть люди из администрации пророссийских на оккупированных территориях То есть Леонора Федоренко, она является советником главы так называемой ДНР по правам ребенка Соответственно, она содействовала российским властям в перевозке детей из этой территории Украины в Россию Есть еще человек из Харьковской области, который делал то же самое Есть еще российские чиновники, которые у себя размещали все это и способствовали Например, министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова В общем, все расширяется круг людей, которым предъявляют серьезные очень претензии За то, что они способствовали депортации детей из Украины На этом же фоне происходит оставление России теми компаниями, которые считали для себя возможным все еще работать в ней Например, американская нефтесервисная компания, бывшая Шлюмберже, а теперь СЛБ Она заявила о полном прекращении экспорта технологии и оборудования в Россию Она поэтапно выходила, приостанавливала в России развертывание новых технологий Инвестиции приостанавливала еще с марта А потом она начала запрещать поставки в Россию своей продукции из Штатов, Британии, Канады и стран Евросоюза Кроме Шлюмберже из России бегут другие Еще там остававшиеся, в частности, шведская компания Эссити Которая владеет гигиеническими брендами Либера, Либрес, Зева Она сообщает о том, что она окончательно покинула российский рынок Продав свой бизнес в России за, в общем, ничего такую сумму В любом случае не отняли совсем у нее бизнес Как это сделали с другими компаниями А сделали это с Даноном и с Карлсбергом Когда Владимир Путин подписал указ о передаче в управление России Далей иностранных акционеров Балтики и Данон Россия Это было очень большим сюрпризом для обеих компаний Потому что они как-то находили варианты избавиться от российских активов Вроде бы Карлсберг нашел покупателя Данон писал о передаче контроля инвесторам И вроде все шло к продаже А теперь государство просто национализировало активы этих двух больших компаний Фактически это национализация Сказали эксперты в комментарии для издания The Bell И впервые национализация была применена в энергетике Это с Юнипером и финской фортом Сейчас мы видим, как ударили по Данону и Карлсбергу Скорее всего, все вот эти вот поиски покупателей и так далее То есть попытки западных компаний хоть какие-то деньги получить и вывести из России Они будут остановлены Например, сейчас, скорее всего, будет остановлен выход из России другой пивоваренной компании Хайнекен Действия Кремля затормозят развитие и инвестиции в Россию на десятилетия Кремль атакует, конечно, не только бизнес, но и гражданское общество в России Мы ежедневно рассказываем о преследованиях антивоенных активистов в России И я перейду на этом к нашей ежедневной рубрике «Кого где за что?» Как передает ОВД-инфо против жителя Нальчика Батыра Жабоева Из-за видео в Инстаграме возбудили уголовное дело о дискредитации армии России По официальной версии Жабоев опубликовал в Инстаграме видео В котором говорилось об убийствах мирных жителей Чечни и Украины и российской армии Действия армии там названы фашистскими и захватническими Под домашний арест отправили жителя города Невинномыск Это Ставропольский край Кирилла Пелюгина Также за его антивоенную позицию Поводом для возбуждения уголовного дела А в этот раз речь идет о деле о реабилитации нацизма Поводом стал стикер Буча Который по версии следствия он наклеил на памятник патриотической звезда-героя И как считает следствие Он также фотографию вот этого стикера разместил в антивоенных каналах в социальных сетях Я напомню, что по данным правозащитников Армия России причастна к убийствам, пыткам и изнасилованиям мирных жителей Как мужчин, так и женщин на оккупированных территориях В том числе и в Буче О которой вот этим вот стикером напомнил Пелюгин И на этом фоне, как передает Медуза В Госдуму России внесен законопроект Который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов И глава комитета по безопасности Василий Пискарев Ну, собственно, по фамилиям тех, кто внес этот законопроект Многое о нем уже понятно Но, как утверждается в пояснительной записке к документу На вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты Боевые вертолеты, бронетранспортеры Ну, понятно, что для того, чтобы бороться с инакомыслием в России Видимо, нужна уже боевая техника Нынешних инструментов, видимо, не хватает Еще одно сообщение в этой рубрике Я просто всем советую зайти на сайт Медиазоны Где, в общем, страшная история о том Как в Тверском сезон номер один уже больше месяца держит голодовку Иван Кудряшов, бывший детдомовец, грузчик вагоностроительного завода И человек, который расклеивал в родном городе, в Твери, антивоенные плакаты Он считал, что лучше сесть в тюрьму, чем служить в армии агрессора И его уже приговорили к шести годам строгого режима И все доказательство было построено на полученных под пытками признаниях и так далее В общем, совершенно очевидно, что картина российского правосудия Преследующего за минимальные проявления несогласия с войной, которую ведет Россия Она вот этим материалом Медиазоны дополняется очень сильно И иллюстрирует это правосудие очень мощно Мы, конечно же, продолжим рассказывать вам не только о происходящем в самой Украине Но и об антивоенных выступлениях в России В общем, это очень важно для того, чтобы понимать, что есть сопротивление этой войне И в самой стране, которая ее начала На этом мы сегодняшний наш выпуск заканчиваем Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст «Украина. Самое важное» на платформах Apple и Google Слушайте его на сайте «Голоса Америки» А у микрофона были Алексей Горбачев и Данила Гальпирович Большое вам спасибо за внимание До встречи завтра Субтитры создавал DimaTorzok